Музыка Здравствуйте дорогие друзья, с вами Игорь Юлдашев и мы продолжаем серию видеорепортажа с Балаговского арматурного завода, российского производителя латуневых шаровых кранов и трубопроводной арматуры. В МСБС является Роман Владимирович Васильев, который сейчас расскажет о литейном производстве, о литейном цехе и конечно же плавка, которая происходит на заводе, показывая полный цикл производства. Роман Владимирович, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, спасибо. В данный момент мы проводим плавку латуни ЛС-59-1 на собственные нужды. Для чего мы применяем это собственные материалы, это отходы собственного производства. Это стружка, брак, обсечки, засыпаем в печку, нагреваем до нужной температуры, расплавляем, берем первую пробу предварительную, проверяем химический анализ материала. И потом уже на основании первой пробы делаем, уже досыпаем в печку до полного объема, нагреваем, выжидаем обязательно, чтобы сплыли все шлаки обязательно, то есть все лишние, это как ремни, алюминий и прочие материалы. Их снимаем в шлак, а остальное все сливаем при помощи данного разливочного конвейера. Значит, процесс плавки проходит примерно часа 3, 3-3,5 часа в зависимости от материала, используемого для плавки. Ну и разлив минут 15-20, не более. То есть практически за 4 часа происходит полная плавка, проводится полная плавка металла. Уже, значит, ГОСТовского, подтвержу опять же ГОСТовского металла. И, значит, происходит разлив, но данный металл уже через какое-то время будет остужен и подается уже сразу же практически на литейный и на штамповочный участок для дальнейшего переработки в краны или в клапана в зависимости от назначения. Роман Владимирович, скажите, какая емкость по тоннажу данной печи и сколько плавок в среднем происходит за сутки? Как, по нашим данным, завод в три смены работает, не останавливается? Все правильно, значит, смотрите, данная печь, она объемом 2,5 тонны, то есть 6 плавок она может делать, скажем так, из материалов, которые надо шихтовать, 6 плавок получается спокойно, а так до 8 плавок печка делает в сутки одна. У нас на данный момент их 6 печей, то есть здесь производительность данного оборудования больше 2,5 тысяч тонн в месяц, то есть объемы впечатляющие довольно-таки. Дорогие друзья, я не просто так задал этот вопрос, он связан с тем, что Балаговский армонтурный завод это сегодня показатель массового производства. У многих задаются всегда вопросы, где они берут сырье, как это происходит. В последующих сериях вы сможете более подробно с этим ознакомиться, ну, а вот, собственно говоря, понимая, что 2,5 тысячи тонн годного литья получается на предприятии, я так понимаю, и литье еще у вас выполняются от чушки, которые минимальны в отход стружки, правильно? Совершенно верно, да, то есть завод занимается не только изготовлением запорной арматуры, но еще ее продает там и не только, значит, материалы как ЛС-59 и РА1, а также бронзы различных там, ОЦС, Браш и других химических составов. То есть разнообразное, скажем так, это производство. У меня один из последних вопросов, скажите, пожалуйста, вот ходят слухи, что плавить невыгодно, дешевле брать где-то на стороне и содержать полный цикл сегодня становится неправильно. Вот ваш комментарий на данное заявление, потому что очень многие производители привыкли работать по аутсорсингу. Ну, знаете, у нас аутсорсинг как раз не очень развит, к сожалению, в России, возможно, это было бы и выгодно, но, значит, на данный момент, куда девать стружку, куда девать обрезки, обсечки, это очень выгодно у себя переплавить. То есть производство практически считается безотходным, то есть вы получаете годный, тот же самый годный материал, только он практически еще получается еще чище, потому что в нем уже меньше, ну, повредных примесей в нем уже значительно меньше. Поэтому не считаю, что это невыгодно. Отмечу, я знаю, просто по технологическому процессу, даже при мехобработке уже, когда резьба нарезается, вы не используете сож специально для того, чтобы стружка выходила чистая. Это верно? Нет, неверно. Почему? У нас на сожи в основном, да, на сожи. Ну, мы используем как и сож на водной основе, так и на масляной основе, то есть как бы два вида сожи. Нет, почему? У нас есть, но не на резьбе у нас есть, у нас есть чистовые обработки, где, допустим, резко заготовок, изготовление шаровых заслонок, то бишь пробок, как их там еще называют, значит, мы используем, да, что именно сухая стружка у нас выходит. Это обязательно без использования сож, чтобы не повредить поверхность, но это как бы требуется того, а так нет, мы используем сож. Спасибо вам большое, дорогие друзья. С резюмером я могу сказать, что сейчас вы видите литейное производство на этом предприятии. Это к тому, что ходят порой мифы, что в России не осталось предприятия полного цикла, но сейчас это как бы не миф, это на самом деле реальность. Вы посмотрите в видеокадрах, в видеобзорах, это работающее оборудование, оно действительно выпускает трубопроводную арматуру, это предприятие. На мои вопросы отвечал главный инженер Болговского арматурного завода Василиев Роман Владимирович, а я предлагаю перейти к следующему этапу, к следующему циклу, поэтому жду вас в следующей серии. Спасибо, с вами был Игорь Удашев, до новых встреч, друзья. Игорь Удашев, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!